Сегодня в Гомеле обмерковали шляхи развития туризма. На диалоговую пляцовку запросили представников туристических предприемств, объектов культуры, новоковцев и громадских организаций. Захученными пропановами ознайомились наши корреспонденты. Гистория и природа – это основные причины, по которых туристы выбирают Беларусь, причем разговоры не только об внешнем, но и внутреннем туризме. Иншая справа, что подходит до развития Галины, сегодня потребуется удосконаливания. Начинаючи с лечбовой рекламы регионов, это агульно-сосветная тенденция. Сейчас турист начинает знакомство с объектами, праз интернет. Рекреационно-туристический кластер Гомельщины, который объединяет парковые зоны Гомеля, объединяет храмовые, культовые сооружения Гомеля, дворцовый парк и ансамбль, музей. И этот перечень можно расширять. Кластер – это, вы знаете, такая структура, которая наращивается, такая гроздь, которая перерастает своими новыми элементами. И еще одна сучастная тенденция – объединение пропанов разных туристических объектов. Человек, который приехал с другой местности, должен иметь мягчимость ознайомиться с всем потенциалом региона. Причем, ответное запрошение ее натримает от самих музеев и комплексов. На Гомельщине такая практика уже есть, хоть пакуль она обмяжовывается головным чином областным центром и ближайшими районами. Проект «Единый билет» и «Единый билет плюс», когда туристам и гостям нашего объекта предлагается посетить не только музейные объекты дворцового паркового ансамбля, но и филиал Ветковского музея, Гомельский областной военный музей и музей истории города Гомеля, в частности, музей фотографии. И еще одно питание, якое вздымается по час работы диалоговой пляцовки – кадровый потенциал у сферы туризма. Сегодня работа гидов, ориентованная основным на белорусских туристов. До того же их веды часто обмяжовываются агульновядомыми фактами. Зараз на геологогеографическом факультете Гомельского государственного университета имя Франциска Скарына меркают почать научание по новой специальности туризма и гостинность. Выпускники будут не просто проводить экскурсии в экосистемах, але и расскажутся в жизни диких живел. А про то гопера глядаются программы подрыхтолки отповедных специалистов и на гистаричном факультете ГТУстановы. В прошлом году открыта новая специальность – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций и международный туризм, которое также будет готовить профессиональных специалистов в этой области, к тому же еще владеющим английским и немецким языком на уровне переводчиков. Так что, в принципе, задел достаточно большой. Олег Синцеров, Максим Саин, Валерий Гопанько, Телерадо, компания Гомель.